Период выпускных экзаменов продолжается. Славянские школьники уже сдали ЕГЭ по географии, информатике, обществознанию. Это предметы по выбору. И обязательно экзамен по математике. Впереди русский язык. О том, как проходит итоговая аттестация, смотрите в следующем материале выпуска. В этом году для проведения итоговой аттестации 482 учащихся 11 классов организовано три пункта проведения ЕГЭ. Один из них оборудован в лицее номер один. Во дворе этого учебного заведения выпускники начали собираться задолго до начала экзамена. Для каждого это очень волнительный и ответственный день. Учащийся 43-й школы Александр Гангур собирается стать ветеринаром. Для поступления в ВУЗ ему необходимо сдать профильный экзамен по математике. Очень волнуюсь сильно. Ну, как бы не хочется плохо написать. Все-таки эти баллы пригодятся мне для поступления. Я на них рассчитываю. Экзамен по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Базовый экзамен сдают все выпускники. Он является обязательным. Профильный предназначен для тех, у кого математика является одним из вступительных экзаменов в высшее учебное заведение. Перед началом ЕГЭ для ребят провели подробный инструктаж. В школу пропускали только по предъявлению паспорта и пропускного билета. Телефоны, сумки – одним словом, всё, кроме ручек и документов. Ученикам с собой брать было нельзя. Для проведения ЕГЭ в лицее были подготовлены 14 аудиторий. Чтобы у ребят не было соблазна списать, в каждой установлено видеонаблюдение. Проведение самого экзамена транслировалось в интернет и отслеживалось общественными наблюдателями в режиме онлайн. На протяжении всего экзамена, а это 3 часа 55 минут, в школе дежурил медик. В 10 часов утра был вскрыт пакет с экзаменационными заданиями. Но посторонние уже этого не видели. Всё строго секретно. В этом году 209 выпускников из школ, города и района выбрали единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Пока об итогах говорить рано. Насколько успешным оказался ещё один шаг на пути к студенчеству, сегодняшние школьники узнают через две недели. Результаты ЕГЭ объявят не позднее 19 июня.